Иисус Христос Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать меня, и умрёте во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели он убьёт сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрёте во грехах ваших». Тогда сказали ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им от начала сущий, как и говорю вам, «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом Божьим из восьмой главы Евангелия от Иоанна с двадцать первого по двадцать восьмой стихи. Господь сказал фарисеям, «Я отхожу, и будете искать меня, и умрёте во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Господь сказал, Господь сказал, что даже если он сам засвидетельствовал о себе, его свидетельство истинно, и что он знает, откуда он пришёл и куда идёт, тогда как они не имеют никакого понятия о том, куда пойдут они. Господь сказал, что в то время, как они судят по плоти, он этого не делает. Люди, которые жили в то время, когда Иисус был на этой земле, не смогли узнать и уверовать, что Иисус – это Сын Божий, который пришёл, чтобы спасти человечество от всех грехов мира. Вот почему Господь сказал, «Я отхожу, и будете искать меня, и умрёте во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Это означает, вы умрёте, пытаясь меня найти. Господь говорил, что ему надлежит умереть за людей на кресте, потому что он принял крещение от Иоанна Крестителя, которое позволило ему взять на себя грехи мира, и что он отойдёт к Богу Отцу, сущему на небесах, воскреснув из мёртвых. Иисус обратился не к кому бы то ни было, а прямо к фарисеям. Когда Господь был на этой земле, то именно фарисеи отказывались уверовать, несмотря на то, что они видели Спасителя, который пришёл в человеческой плоти собственными глазами и слышали Слово Божье своими ушами. Из-за того, что они так и не смогли полностью осознать тот факт, что Иисус – это Сын Божий, они не смогли пойти за Господом, куда бы Он ни пошёл. Они должны были понять, кем в действительности является Господь, но из-за своего невежества они вместо этого клеветали на Господа и подвергали Его нападкам. Вот почему Господь сказал, что они умрут в своих грехах и понесут наказание за то, что не узнали Господа, несмотря на то, что встретили Его. Эти люди обязательно должны были признать и уверовать, что Иисус – это Спаситель. Но они не сделали. Я очень опечален тем, что многие из людей, которые верят в Иисуса в наше время и в нынешнем веке, не знают, насколько важным является Евангелие воды и Духа, потому что это непреложная истина о спасении. Фарисеи, которые стояли перед Иисусом в восьмой главе Евангелия от Иоанна, не уверовали в Иисуса, как в своего Спасителя, и не приняли Его в свои сердца. Из-за этого неповиновения их души погибли во грехе. В конечном итоге они не смогли взойти на небеса, где пребывает Господь. Эти слова применимы не только к фарисеям, но и к каждому, кто живет и дышит в наше время и в нынешнем веке. Чтобы получить прощение грехов, мы должны уверовать в тот факт, что Иисус стал Спасителем, который пришел на эту землю с Евангелием воды и Духа. Господь желает, чтобы мы познали эту непреложную истину. Мы обязательно должны знать, что Иисус – это единственный Спаситель, и что Он пришел на эту землю с Евангелием воды и Духа. Мы спасемся от своих грехов, только познав это Евангелие и приняв его в свои сердца. А если мы этого не сделаем, мы не сможем пойти туда, куда идет Господь, и в конечном счете умрем в своих грехах посреди вечного проклятия. Господь сказал, что если люди по-настоящему не познают Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и Духа и умер, они навеки погибнут из-за своих грехов. Эти слова кажутся вполне обычными, но в действительности они очень важны. Если бы мы не знали Евангелие воды и Духа, то эти слова должны были бы стать для нас очень важными словами предупреждения. Эти слова означают, что если бы люди, которые постоянно ходят в церковь, получили возможность услышать проповеди верующих в Евангелие воды и Духа, но не уверовали бы в содержание этих проповедей, они бы в конце концов умерли в своих грехах. Мы никогда не должны становиться такими нечестивыми и упрямыми людьми, но если мы таковыми станем, это будет большая трагедия, и все закончится тем, что мы попадем в ад, как и говорит это слово. Поэтому мы должны отвергнуть свои нечистые помыслы и прислушаться к Евангелию воды и Духа. Иисус Христос – единственный спаситель этого мира. Многие люди в этом мире кажутся великими, но Иисус Христос – это единственный спаситель мира, который принес нам с вами истинное счастье и спас нас от грехов и погибели. Если люди и уверуют в Иисуса Христа как в своего Спасителя, а также в дарованное Богом Евангелие воды и Духа, то из-за грехов в их сердцах они умрут в своих грехах, навлекут на себя погибель, будут преданы суду и подвергнуты вечному проклятию в аду. Если вы до сих пор не знаете, что Иисус пришел на эту землю и спас нас с вами от всех грехов Евангелием воды и Духа, вы должны прямо сейчас отвергнуть свои помыслы, открыть свои сердца и уверовать в это пока не поздно. И если вы верили в мирские религии и смотрели на религиозных вождей, как будто они тоже являются спасителями помимо Иисуса Христа, значит, вы должны обратиться, признать Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и Духа и уверовать в Него, как в истинного спасителя. Среди многих христиан и нехристиан есть люди, которые не признают единого спасителя, но они должны знать, что Иисус Христос это единственный спаситель на земле. Отрывок из Писания Евангелие от Иоанна, глава 8, с 21 по 28 стихи означает «Вы должны уверовать в Иисуса, как в своего спасителя, всем своим сердцем. Вы должны с верой встретить Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и Духа. Чтобы это сделать, вы должны знать, что вы родились, как потомки Адама, и поэтому вы должны умереть из-за своих грехов, равно как и все живущие на этой земле. А затем вы должны принять Иисуса Христа в свое сердце, как своего спасителя. Когда Иисус сказал «Куда я иду, туда вы не можете прийти», люди подумали, «Неужели этот человек совершит самоубийство?» Иными словами, люди не смогли понять слово, изреченное Иисусом. Иисус сказал «Вы от мира сего, я не от сего мира, потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Иоанна, глава 8, стихи 23-24. Но, к сожалению, они не смогли понять духовное значение слова, которое изрек Иисус, потому что в их сердцах не было Святого Духа. Мы, люди, изначально родились с грехами, и из-за этого мы умрем в своих грехах и навлечем на себя погибель. Когда Иисус Христос пришел на эту землю как спаситель человечества, люди должны были признать Его и уверовать в Него как в Спасителя, который пришел с Евангелием воды и духа. Но многие люди не уверовали в Иисуса Христа как в Спасителя, который пришел с Евангелием воды и духа, но вместо этого объявили Ему духовную войну. Это значит, что они пытаются понять Иисуса Христа с плотской точки зрения, руководствуясь человеческой логикой. Если бы у людей были духовные глаза и духовные знания, они смогли бы быстро осознать, что Иисус это истинный спаситель. Но из-за того, что они пытаются в Него верить, подгоняя все под свою плотскую логику и отвергая евангельскую истину о воде и духе, они погибнут. Господь говорит, «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Люди, которые услышали эти слова, восприняли истину, которую изрек Иисус в соответствии со своим плотским образом мыслей, и из-за этого неправильно подумали. Мне кажется, этот человек хочет совершить самоубийство. Господь же говорил не об этом плотском мире, но о небесах и людях божьих, которые войдут в царство Иисуса Христа. Но люди всегда склонны размышлять о духовных вещах, не имея о них верного представления. Господь неоднократно говорил, «Вы умрете в своих грехах». Здесь Иисус имеет в виду, что, если человек умрет в своих грехах, его ожидает полная погибель. Но факт тот, что люди не способны этого понять и серьезно задуматься над словами Иисуса. Они высокомерно заявляют, «Что плохого, если у нас есть грехи?» Все остальные тоже согрешили. После смерти многие люди отправятся в ад, но лишь небольшое число людей взойдет на небеса, так что меня не волнует, попаду я в ад или нет. Когда Иисус говорит, «Вы умрете в своих грехах», Он имеет в виду, что вы будете осуждены за свои грехи навечно. Это верно, что все грешники погибнут, и столь же верно, что каждый отдельно взятый человек будет судим за свои личные грехи и навеки погибнет в наказание за эти грехи. Многие люди говорят нечто подобное, «Если мне придется отправиться в ад из-за того, что я не верю в Евангелие воды и духа, пусть будет так». Туда попадут многие люди, так в чем проблема, если я просто открою там свое дело? Обычно эти люди думают, что у них не будет никаких проблем, если они попадут в ад, потому что многие другие люди попадут туда вместе с ними, но они должны понять. Ад – это место ужасных мук, в котором человек будет мучиться от грехов вечно, а не просто умрет, и на этом конец. Библия говорит, что в ад отправятся люди, которые будут участвовать во втором воскресении. Откровение, глава двадцатая, стихи тринадцатый, пятнадцатый. Это означает, что грешники будут брошены в озеро вечного огня, поэтому они должны серьезно задуматься над этой действительностью и осознать, какой ужасной будет жизнь посреди этих техчайших мук и страданий, которые будут ужаснее всего того, что они когда-либо испытали в своей жизни на этой земле. Вот что значит умереть в своих грехах. Но проблема в том, что люди в наши дни не воспринимают это всерьез. Однажды люди рождаются, а затем однажды умирают, но после смерти их ждет страшный суд. свидетели свидетели и еговы проповедуют следующее. Когда люди умирают, их хоронят в могиле. Слово могила на эллинском или греческом языке звучит как гиена, что значит свалка. Поэтому могила это место, где сжигают мусор. И когда люди попадают в могилу, на этом все заканчивается. Они всегда обманывают людей. Человек однажды рождается, а затем однажды умирает. Но если бы этим все заканчивалось, то зачем нужно полностью очищаться от грехов, искренне уверовав в Иисуса, который есть Спаситель и Судья, и зачем нужно бояться своих грехов? Если человек ищет истину о спасении, чтобы очиститься от своих грехов, и если слова свидетелей и Еговы верны, то зачем нужно это делать? Если их слова верны, зачем нужно искать Спасителя? Подобные люди не способны уверовать в Святого Бога и в Иисуса Христа, который пришел на эту землю с Евангелием воды и Духа. Из-за того, что они верят только в свои плотские помыслы, они не боятся умереть в своих грехах. Даже если они исповедуют веру в Иисуса, они не способны обратить внимание на Слово Божье, потому они думают не о духовном, а о плотском. Бог говорит, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам глава 6 стих 23 Люди должны преклонить свои уши и умы к Слову Божьему, и тогда Евангелие воды и духа откроет им Божью милость. Мы должны мыслить сообразно Слову Божьему. Слово Божье говорит нам, что возмездие за грех смерть, а значит, в соответствии с этим словом, на грешников действительно падут вечные проклятия. Если мыслить сообразно Слову Божьему, то люди, которые умрут, так и не получив прощения грехов, конечно же, будут судимы и попадут в вечную огненную бездну, но обычно люди склонны полагать, что если плоть умирает, все тут же приходит к концу, поэтому все люди должны тщательно проверить себя, руководствуясь Словом Божьим. После этого они должны судить о себе как о грешниках перед Словом Божьим, которые отправятся в ад и навеки погибнут за свои грехи. Затем они должны с преданным сердцем воззреть на Иисуса Христа, который пришел как спаситель всего человечества и стать безгрешными людьми, уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и духа. Все люди должны познать Иисуса Христа, который спас человечество от грехов Евангелием воды и духа. Иисус Христос это Сын Божий, но в то же время Он есть Творец всего человечества и Бог. Люди склонны слепо верить в Иисуса, но они должны познать эту истину прежде, чем в Него уверовать. Также человечество должно знать, как же много у Него грехов, и люди должны понять, что они будут судимы за эти грехи и понесут суровое наказание. Поэтому они должны как можно скорее исповедаться перед Господом. «О Господи, я грешник, которому не избежать ада», а затем всем сердцем уверовать в Спасителя, который пришел с Евангелием воды и духа. Действительно ли все это так необходимо для того, чтобы получить прощение грехов и обрести спасение от грехов верой в Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что Иисус продолжал говорить истину о спасении, эти злые фарисеи не преклонили своих ушей к его словам и даже не попытались их осмыслить, но вместо этого отвергли его слова, рассматривая их с плотской точки зрения и издеваясь над ними. Кем он себя возомнил? Он равен с нами по годам, но у него хватает дерзости говорить нам то-то и то-то. Он не Бог, однако называет нас грешниками. Какая чушь! Иисусу не было еще и пятидесяти лет, и люди смотрели на него с большим неодобрением. Иисус это единственный спаситель, который избавил от грехов все человечество, в том числе и нас с вами. Вы тоже сможете получить прощение всех своих грехов и стать детьми Божьими, только если вы поймете и уверуете, что Иисус Христос избавил нас от гибели и проклятия Евангелием воды и духа. Наша величайшая цель здесь на этой земле состоит в том, чтобы каждый человек познал эту истину. Мы родились в этом мире, чтобы встретить Иисуса Христа, и мы должны жить ради того, чтобы встретить Его через Евангелие воды и духа, спастись от грехов, стать Божьими детьми, обрести вечную жизнь и получить вечные благословения. Это величайшая цель нашей с вами жизни, поэтому вы должны видеть эту цель и приложить все усилия, чтобы встретить Иисуса Христа. Вы должны изучать слово, которое Он изрек через Евангелие воды и духа и познать истину о спасении. Но если вы не захотите узнать, кто такой Иисус Христос и что Он есть Бог, ваша жизнь будет неудачной. Если вы даже не хотите узнать, для чего вы родились в этом мире, откуда вы и куда вы идете, а также кто такой Иисус Христос, и если вы отвергаете Иисуса, который пришел к вам с Евангелием воды и духа, значит вы очень глупые люди. Подобные люди должны покаяться, обратиться и встретить Иисуса Христа, уверовав в Евангелие воды и духа. Но те, кто этого не сделают и откажутся встретить Иисуса Христа будут стопроцентными неудачниками. Однако, если мы познаем Иисуса Христа и уверуем в Него через Евангелие воды и духа, мы в своей жизни добьемся стопроцентного успеха и поймем для чего мы родились на этой земле. А тот, кто знает его, является неудачником. Подобные люди должны осознать, что Иисус Христос, который пришел на эту землю с Евангелием воды и духа, это Господь истины. Они должны познать Иисуса Христа и всем сердцем уверовать в Него через Евангелие воды и духа. Только когда они это сделают, их жизнь будет успешной. Господь говорит И познаете истину и истина сделает вас свободными. Иоанна глава восьмая стих тридцать второй. Иисус замечал у религиозных людей очень много отрицательных сторон, но даже несмотря на их лицемерие и многие другие отрицательные стороны, наш Господь все же говорил им, «Вы узнаете, кто я после того, как я буду распят и умру на кресте, а затем воскресну и вознесусь на небеса, как и говорит это слово, мы должны знать, что Иисус Христос спас нас от всех наших грехов, когда пришел на эту землю две тысячи лет назад, принял ради нас крещение от Иоанна Крестителя в возрасте тридцати лет и принял за нас смерть в тридцать три года, будучи пригвожденным к ужасному кресту. Люди имеют туманное представление о том, что Иисус Христос это спаситель человечества. Они не способны в него уверовать, потому что не знают, что Он действительно спас человечество от грехов раз и навсегда. В Слове Божьем они изо всех сил стараются получить знания о законе Божьем и о суде за грехи, не имея никакого понятия о Евангелии воды и духа. Это дело первостепенной важности, чтобы больше людей познали и с верой приняли Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. В наше время и в нынешнем веке многие люди знают, что Иисус Христос это Спаситель. Но только когда люди по-настоящему отвергнут свои плотские помыслы, задумаются над тем, что сказал Бог, найдут ответы на свои вопросы в евангельском слове о воде и духе и уверуют согласно этому слову, они действительно обретут спасение. Сегодняшний отрывок из Писания призывает нас уверовать в Иисуса как в Спасителя. Он призывает нас уверовать в Иисуса Христа, который пришел на эту землю с Евангелием воды и духа. Данный отрывок говорит нам, что если мы не уверуем в Иисуса Христа, мы неизбежно умрем в своих грехах и отправим савад. И он говорит, что мы должны обрести спасение, уверовав в Иисуса как в Спасителя. Дорогие единоверцы, верите ли вы в Иисуса Христа как в своего Спасителя? Верите ли вы, что никто иной, как Иисус Христос, является Спасителем, который действительно спас вас от всех ваших грехов и погибели? Не считаете ли вы случайно, что человек может спастись, веруя во что-либо другое? Не считаете ли вы, что можно спастись, веруя также и в буддизм? Неужели вы думаете, что спасетесь от грехов, приняв мученическую смерть, даже несмотря на то, что в вашем сердце остались грехи? Неужели вы думаете, что можно очиститься от грехов, делая добрые дела или что-либо еще? Никто не может спасти нас с вами от грехов, кроме Иисуса Христа. Некоторые христиане ходят к гадалкам и просят их предсказать им будущее. Когда я ездил в Японию, чтобы распространять Евангелие, я остановился в доме одной женщины профессора. Там я увидел образ Иисуса Христа напротив изображения Будды. Обычно японцы верят в большое количество богов. Многие из них верят, что Иисус есть бог, но они верят и в других богов. Они даже поклоняются своим предкам как богам. Из-за этого они не могут получить верное представление о едином спасителе. Во всем мире Япония принадлежит к числу стран, где христианство получило наименьшее распространение. Проблема в том, что они не способны признать Иисуса Христа единым спасителем. Они не верят, что только Господь Иисус Христос мог спасти нас от грехов. Большинство японцев смотрят на религию с плюралистической точки зрения и считают, что они могут взойти на небеса, веруя в любую религию этого мира. Поэтому даже если они и верят в Иисуса Христа, они верят в Него напрасно. Многие люди, включая буддистов, считают богами самих себя. Они совсем запутались, а пантеисты обожествляют вещи, которые не являются богами и воздают им поклонения. Они поклоняются камням и скалам в горах как своим богам, а некоторые из них почитают старые деревья, которые растут в их округе, считая, что те наделены некой чудесной силой и поклоняются им как богам, а некоторые примитивные племена вытесывают из камней мужские гениталии и обожествляя их, просят их выполнить те или иные свои желания. Они считают, что вера в этих идолов позволит им иметь много детей и принесет им материальное благополучие. Люди, живущие у морского побережья, вытесывают подобных идолов и просят у них благословений, потому что бывают случаи, когда мужчины уходят в море и гибнут или пропадают без вести. Иисус сказал, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Иоанна, глава восьмая, стих двадцать восьмой. Это означает, что они узнают, что Иисус есть Сын Божий и Спаситель, который пришел, чтобы спасти человечество после того, как его тело будет распято и примет смерть. Иисус пришел, чтобы нас с вами спасти, возложив все наши грехи на свое тело посредством своего крещения. Однако люди по-прежнему упрямо верят в каких угодно богов. Многие китайцы воздают божественное поклонение военачальнику Гуань-Юй, герою китайского романа Троецарствия, и делают истуканы с его изображением. Но мы должны знать, что единственным спасителем является только Иисус и нет иного. Имя Иисус означает спаситель, а слово Христос значит царь, который был помазан елеем. Только Иисус Христос спас нас с вами от всех наших грехов. Дорогие единоверцы, давайте задумаемся на один миг. Когда-то мы пытались верить в разные религии. Кто из нас точно знал, что Иисус это спаситель человечества? Только когда мы уверовали в Иисуса и познали Слово Божье, мы поняли, что нет иного спасителя человечества, кроме одного Иисуса Христа. Ни в одной религии этого мира никогда не было такого человека, который бы вернулся к жизни после смерти. Буддизм учит, что Будда вернется через миллиард бесконечностей, но это полный взор. Кто смеет говорить подобное? Некий руководитель известной секты перед смертью сказал своим последователям, что он воскреснет через три дня, но он по-прежнему в могиле и никогда не вернется к жизни. Но несмотря на это лжеучение, его последователи ждут воскресения своего вождя, установив на его могиле светильник. Кроме Иисуса Христа никто не стал спасителем, приняв смерть и вернувшись к жизни. Ни Будда, ни Конфуций, даже Сократ не смог вернуться к жизни. И только Иисус, который есть Бог, пришел как наш спаситель, взял на себя наши грехи, приняв крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и полностью спас нас от всех грехов. По сути, только Иисус воскрес из мертвых и только Он взял на себя все наши грехи. только Иисус является истинным спасителем. Все люди должны об этом знать, и прежде, чем их жизнь подойдет к концу, они должны уверовать в это всем сердцем. Они не должны откладывать это на завтра, но скорее они должны уверовать в это прямо сейчас. Если они не знают, кто такой Иисус, они должны об этом узнать. Люди должны познать одного единственного Иисуса Христа. Если люди познают Иисуса Христа, они до конца познают истину и встанут на истинный путь. Иисус сказал, «Я естьм путь и истина и жизнь». Иоанна, глава 14, стих 6. Если люди познают Иисуса, они обретут жизнь, получат прощение грехов, найдут путь на небеса и обретут новую жизнь. Если люди познают Иисуса, они познают истину. Но, к сожалению, многие люди не знают Евангелия воды и духа. Подобные люди проживут мимолетную жизнь, а затем умрут в своих грехах. Даже если люди верят в Иисуса, они должны уверовать в евангельскую истину о воде и духе, чтобы не умереть в своих грехах. Это потому, что Иисус обо всем этом говорил в евангельской истине о воде и духе и воплотил ее в жизнь. Поэтому все люди должны познать и с верой принять Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Если мы познаем Евангелие воды и духа, мы получим прощение грехов и вечную жизнь и пойдем туда, куда прежде вознесся Иисус. Но если люди не познают Евангелие воды и духа, они отвергнут его, они не смогут в него уверовать и в результате умрут в своих грехах. Вы должны осознать, как ужасны эти слова. Вы умрете во грехах ваших. Это действительно означает, что вы навечно попадете в ад. Я надеюсь, что подобных людей среди нас нет и что все люди по всему миру тоже обретут вечную жизнь, познав и с верой приняв Евангелие воды и духа и таким образом получат прощение своих грехов. Редактор субтитров